Вы молодцы на самом деле, просто, сегодня хорошие игры, мне прям нравится. Мы двигаемся дальше, у нас слово, с кого начинает, прошу вас? Гандикап. Грузовик. Это как пикап, да, так вот, это ганди, а, индийский грузовик, гандикап. Гандикап, это на танзанском языке, означает тележка, для мертвых индейцев. Окей. А для меня это гандикап, хер знает, что это такое. Отличная ассоциация. Ну что-то связано с тележкой, по-любому. Ну ладно, окей, пойдем дальше. Кормянский коньяк. Неплохо, Алина. Я не знаю почему, но у меня розовый торшер с трюшечкой. А мы думали трехкомнатной квартирой. Розовый торшер с трюшечкой, гандикап. Ну что я могу сказать, подождем к Игоря. Поехали дальше. Фора. Ну просто у меня фантазия интересная. У меня фора. Фора? Да. Коммуникейшн? Ну была раньше такая связь, фора коммуникейшн. Да, да. Да, если я не пойду по воду скорую. А, извини. Никто не знает, кроме тебя. Ладно, окей, дальше. Да все логично. Пикапер, гандикап, пикапер с гандоном. Или с порванным? Судья по реакции логичная только для тебя. Пойду и дальше. Это какое-то действие. Человечка. Человечка. Вы на одной волне. Я не знаю, что на меня выдержала на тебя. Про действие вы поняли, какое дальше. От этих двоих, да? Интересно. Игорь? Мне кажется, что гандикапом называют какого-то гомосексуалиста на одном из африканских наещих. С тележкой-то тут. Поэтому я и говорила, что как бы вот это вот, хотел сказать, гандом с рюшечками, а это как бы право спросить. Это как бы из этой ассоциации. Просто почему-то пришло в голову, я озвучил. Ладно, пойдем дальше. Ну, так, что-то не про снятие пришло. Протрет? Да, игрушка. Игрушка розовая. Розовая игрушечка с рюшечками. Окей, рассказываю. Спортивное соревнование, в котором участники заветно различаются в уровне подготовки. При этом предварительные шансы на победу уравниваются через предоставление форы. Вот, номер шесть, о чем говорил. Предоставление форы слабейших, если что. А номер шесть кто-то знает в итоге. Да, про кондитер. У нас на дворе ночь. Всем. Закончили обсуждение с остальными связанными под замечание. Окей, у нас на движении два голоса, поехали. Шесть. Шестерку открыли. Четверку открыли. Шесть. Закрыли шестерку. Пять. Пятерку открыли. Два. Двойку открыли. Двойку. Закрыли двойку. Десять. Десятку открыли. Десять. Закрыли десятку. Десять. Еще раз. Закопали десятку. Контрольный в голову. Дальше. Дальше. Десятку закрой, четверку закрыли, пятерку закрыли. Молодец, ты правильно сделала выбор между шестеркой и пятеркой. Итак, номер два, четыре, пять, шесть и десять. Номер шесть, поехали. Я первый, да. Так сложилось? Шестой. Все, спасибо, говорите. Не, ну, я, если честно, ну, сомневаюсь. Девчонки прыгают, топят в десятку. Слышите, все-таки такие. Ну, да, ну, я сомневаюсь, как бы. Семерка не особо, а с девчонок так же, как когда мафией был. Я с ней был мафией. Ну, и между единицей, двойкой и тройкой тоже. Есть двойка, да. Кто-то мафия. Ну, маньяка не знаю даже. Пока еще. А так, спасибо. А так, спасибо. Окей, двойка говорит. Четверка мне не понравилась, потому что он, вот эти вот жесты, ну, только интуитивно. Вот. А шестерка не понравилась мне, потому что, так же, как и в прошлой игре, я не знаю, что происходит, где я, что я, почему я, как я, убейте меня. Ну, ладно, пожалуйста. Вот. Восемь-девять мы хотя бы консолидировались против десяти. Хотя, я думаю, там вопрос больше эмоций. А вот Семерка в этот паровоз такой, чек запрыгнул, и-а-а-а, чек-то помчает. Поэтому он больше вызывает подозрений. Вот. А пять логически рассуждает, пока поиграю с ней. Тройка, не знаю, путается, скорее всего, по своей, по привычке. Один, не могу понять, в чем дело. И одиннадцать не знаю. Пока у меня самый подозрительный четыре, шесть, семь. Не факт, что я угадал. Поэтому, спасибо. Четверка, восьмерка, семерка. Ну, ладно, вы не просите, просите меня. Ну, как бы, я мирный, реально. В этот, в этот раз, да, ошибетесь. Все. Подозреваю. Давай никого не подозреваю. Я подозреваю вообще всех, конечно. Но склоняюсь, вот этот угол, пятерка, шестерка, семерка опять ведет себя, как в прошлой игре. Восьмерка как-то тоже странно, подозрительно смотрит. Хотя на десятку тоже. Через плицов смотрит. Поэтому я подозреваю где-то вот здесь, вот пять, шесть, семь, восемь. Но здесь, не знаю. Окей, номер пять. Я, конечно же, начну с двойки, потому что она мне больше всего вызывает подозрение. Ну, в принципе, как бы, логика поведения такая же. Туда же относится и четверка. То есть, в принципе, все то же самое. И семерка. Молчит и, мне кажется, просит внимание, что он мафия. Вот. Ну, Лесарка. А кто в прошлой игре? Игорь. Я за смешной, чтобы не ставлю замечания, а так, берегитесь. Ну, в целом, вот, главный фокус двойка и четверка. Ну, и семерка. Все, спасибо. Окей. Итак, будьте внимательны сейчас. Берем на маске, готовимся к голосованию. Будьте внимательны. Кто за то, чтобы город покинул игрок под номером шесть? Раз, два. Не, не, не. Это за голос. Кто за вас? Надо было раньше это делать, пока три штука было. Двигаемся дальше. Кто у нас против игрока под номером два? Один голос. Кто против десяточки? Два голоса. Окей. А кто против четверки? Ого. Раз, два, три, четыре. Четыре голоса. Не, не, не. Пятятка уже двое подросла. Так, ребятки, я что-то в конце посчитаю, и у нас будут проблемы. Итак, три голоса, правильно? Правильно, три голоса. Хорошо. Пять. Восемь. Еще три осталось. Правильно я считаю? Угу. Правильно. Пять, восемь и три. Три ушли в пятерку. Окей, у нас четыре пять. Пятерку. А семерку не выстрелили? А семерку не выстрелили? Семерку у нас вообще-то не выстрелили. Я знаю. Отлично. Итак, четыре пять. По три голоса. Секунду ваших. Ну, как я и сказал уже, что я подозреваю пятерку. Пятерку, семерку в основном, шестерку так. Я предлагаю за пятерку. Что я могу еще подозревать? У тебя, я не так много вляжу. Один. Нет, два. Можно за себя попасть. За себя голосовать не буду, потому что я и нужный человек, а пятерку надо тряснуть. Я думаю, она не так себя ведет, как обычно. Трясанет пятерку? Гандика пустой. Трясанет пятерку, арина, давай, по три секунды. Что скажешь? Тряска. Сто пудового четверка, потому что он, в принципе, ведет себя точно так же, как и в предыдущих играх, когда я за ним наблюдал, особенно когда он был махией. Тут я от своих слов не открещиваюсь, а наоборот еще больше закрепляю. Поэтому я уверяю, что четверка – это махия. Поцелуйтесь. Все, окей. Итак, напоминаю, у нас будет всего одно голосование. Мы будем голосовать против игрока по номерам четыре. Дальше все остальные голоса автоматически уйдут в пятерку. Будьте внимательны. Кто за то, чтобы город покинул игрок под номером четыре? Ой, ой, ой. Я тоже считать не буду. Убили четверку. Да ты глупит. Ой, ой, ой. Как плохо, как плохо. Убили города плохо. Ремонт и хорошо. К сожалению, у вас слова нет. Аплодисменты игрокам, спасибо. Четверочку уроните, четверочку уроните. У нас в январе ночь. И те новости. Начну с хороших. Ну, я. Ну, если плохие, номер семь. Забава, члены игроки в Украине. Плохие, вы слышали, да, что плохие? Что значит мирный. У вас есть минутка, поехали. Ну вот, когда я снял карту, она удивилась, да, что типа плохие, значит, она проголосовала против меня. Значит, она скорее всего мирная. Витим, опять продали. Номер девять замечание. Десятка, вот, все, кто проголосовали против десятки, вот, двойка защищала десятку, сто процентов. И еще тройка сказали, да, давайте, пусть десятка поживет. Все, просто, ну, пятерка, не знаю, пятерка, два слова, конкретно, простой, четверки, но, может, потому что заимно, не знаю. Вот, все, я думаю, что это тройка, а двойка. Аплодисменты игроку, спасибо. Чемерочку вы найдете. У нас есть непозамечание, будьте внимательны. Итак, у нас в движении один голос, я вижу внимание, погнали. Одиннадцать. Одиннадцать, приняли. Шесть. Шестерку приняли. Единичка. Единичку приняли. А, нет, единичка, вот, у меня тоже. Дальше. Девять. Девятку приняли. Я тоже хочу. Ребята, держите себя в руках. Шесть. Дальше. Пять. Пятерку приняли. Пусть будет два. Сказала я, единичка. Одиннадцать, верни. Итак, номер один, два, пять, шесть, девять, одиннадцать. Эти люди уже поговорят, остальные могут выдохнуть, и номер одиннадцать начнет. Поехали. Я не знаю, что это будет, я буду делать сейчас. Ну, потому что я с десяткой с девочкой вот это делал первый раз. А потом, против четверки, я просто... А, нет, это было слабо, чуть-четверка. Я сейчас не знаю, что сказать. Но, знаете, я не програмирую. Я просто сейчас стала, я могу мало говорить, я уже буду там в буйке. Сейчас, почему-то думаю, что это двойка, потому что в прошлый раз он был так же активен. Все время нам, чтобы я нашим столбом сезда заказывал. Сейчас будет, мы даже сам. Вот, опыт подопрения, наверное, два и шесть. Окей, номер шесть, погнали. Ну, я думаю, мафия это двойка, потому что больше всех радовался за четверку, то, что ее выпили. Ну, больше всех выпил в ладошку, премьер. Ну, я как бы и одновременно тоже не до конца уверен, но кто-то, вот, либо двойка, либо единица. За единицу думаю, потому что вот, на нее внимание обратили, а сразу стала от финича защищать себя. Ну, тройка, думаю, мирный. Ну, в принципе, так же, как в мирное время играли. И у меня потом заезу еще пятерка и девятка. Все, спасибо. Один, поехали. Один. В общем, игра у нас очень тяжелая. В плане того, что мы все время только защищаемся. Кто-нибудь ляпнет, а вот думала она. И все время приходится защищаться. Мы не объединяемся мирным, но игроки совершенно не объединяются того, чтобы послушать. Я изначально подумала, что три мафии у нас, они там первую ночь очень быстро познакомились, очень быстро установили, что это ставим игроки. Но сейчас я понимаю, что это был Игорь с двумя девочками. Он я быстро все сказал, а девочки эти 11,5. Вот, поэтому мирных игроков прошу как-то прислушиваться более-менее. Ну, объединяться как-то, не то, чтобы прислушиваться. Номер два тоже очень подозрительный. Возможно, я ошибаюсь, но сейчас пока я думаю, что он может быть маньячком. Спасибо. Ну, я точно не мафия, потому что я сразу сказала, что мафия он, мафия он. И мне не понятен выбор номер 6. Он проголосовал за меня, но при этом, когда он что-то говорил, он сразу сказал номер 2, потом все что-то сказал, а потом в конце опять сказал, ну, я против девяточки. Да, что, залоги. Все, все? Окей, номер 5, погнали. По-прежнему номер 2. К номеру 2 присоединяется первый номер. Мне кажется, что они как-то идут в связке. Особенно прекрасная игра типа того, что мирные жители. Давайте объединився, обратим внимание. То, как бы, в целом, я считаю, что это пара. Заселяйся. Все? Да. Давай, Джим, закрой стол. Смотрите, 8-9 у нас по-любому мирные, они вынесли 10. Давайте вот так остань. Шестерка вместе с десяткой голосовал в детектива. Первый его прокол. Второй прокол он топит в девятку, которая явно красная для всего стола. Потом он всех обозначил мирных, ну, по крайней мере, кто для меня, и собрал против себя голоса. Единицы, двойки, одиннадцатого и даже пятерки. Пятерка, ты просто заблуждаешься. Я думаю, что ты красная, но ты заблуждаешься. Что второй к шестерке? Тройка рисуется, потому что он его окрасняет, ну, возможно, но не 100%, но может быть. Лизнул так лизнул. Может быть, одиннадцатый, потому что, это самое, проб потом во втором круге присоединился к четверке. Может быть, не знаю. Пока играю с 8-9 и один. И пять. Я играю пока с тобой вот на этом круге. И сейчас круг шестерки. Спасибо. Спасибо всем. Это было весело. А берем руки-маски, готовимся к голосованию. Будьте внимательны сейчас. Итак, кто за то, чтобы город покинул игрок под номером 11? Ноль таких. Едем дальше. Кто у нас против игрока под номером 6? Раз, два, три. Три голоса. Кто против одиницы? Ноль голосов. Кто против игрока под номером 9? Ноль голосов. Куда-то припасли. Кто против пятерочки? Три голоса. Смело. Едем дальше. А что дальше? Дальше все остальные почитаем. Четыре. И ушли остальные голоса. В двоечку. Убили двойку. Три голоса ушло в двойку. Нет, почему? Четыре голоса. А осталось у нас еще четыре. Четыре голоса. В шесть. В шесть. В восемь. А, тройка не голосов. Ну ты че? Голосов хоть иногда. Да, к сожалению. К сожалению. Пока что-то. Свои еще. Сыщик. Сыщик убили. Это очень плохо для города. Аплодисменты игроков. Спасибо за игру. У нас, я не скажу, косим. Очень такой косой, серьезный, мирный. Номер один. Поехали. Раз. Карта. Стих я. Ой, хорошо. Хорошо, хорошо. Подожди, подумай. Подумай, подумай. Мы сейчас еще одного трупика выявим. Но с ним все понятно. Номер три. Доктор. Доктор. Как печально. Доктор, сразу аплодисменты. Я буду считать, что до пяти тишина в городе. Сейчас решается очень важный момент. Иначе будет беда. Раз. Город, заметьте. Вот что-то прикольно. Не надо ничего. Не надо. Пять. Пять. Это было неплохо. Ну, давай. Пожалуйста. Маля. Аплодисменты игроков. Наконец-то «Мститель» сыграл хорошо. Номер пять. Уроните. Еще раз вам ваши аплодисменты. Спасибо. У нас, ребята, поехали. А кого у нас сколько осталось? Я не знаю. А вот то маньяк, я не знаю. Просто если вот меня выкинут, например, останется мафия, маньяк и мельник. Маньяк бьет кого-то и все, маньяк выиграл. А маньяк ты? Нет. Он сказал, что у нас маньяк. Да. А вот про мафию ничего не сказал. То есть, что маньяк. Маньяк. Нет, давай я поднимаю. Так, а вы считаете, что это все трое должны быть? Мы решили добавлять на решение. Все трое. Поднимаешь масло? Да или нет? Да. Это шестерка. Это мафия. Видишь, как я тут сказал? Ну, это шестерка. Еще не все. Маньяк убил. А, ну да, маньяк убил. Я тебе говорю, что есть 11 для меня? А уже больше никого нет. У вас один шанс получит, может, лежать. А не больше. Только один шанс. Больше шансов не было. И тогда бы она стреляла в него, он бы ее. А тогда бы мы могли бы нет. Больше никого нет. Да, он взрослый. Да. Если маньяк и мафия, то выиграет маньяк. А это очень круто, потому что выиграли в него. А сейчас мирный выиграет. 11-й маньяк. Я сейчас сказал, что 6-11. Почему не было ночи, чтобы маньяк не было? А все, они просто проголосовали против мафии, а смысла нет. Да, понятно. И тогда она стреляет село, он в нее и мирный побежал. Ну, это не дозначило, что это. Ребят, это шанс. Ну, он был. А так вообще без шансов. А, ну, сбежать, уходить. Подожди, маньяк же не может. Ну, вот чтобы ночь бы наступила, маньяк бы кого-нибудь убил. Три мирный, а, два мирных остались, да? Ну, и проснулись, и один мирный, и один маньяк. Маньяк победил. То есть там, если бы доктор был, или... Сейчас маньяк победил, то есть? Да, сейчас маньяк победил. Субтитры сделал DimaTorzok